В Дагестан с рабочим визитом прибыла представительная делегация федерального кабина во главе с первым заместителем председателя правительства, министром финансов России Антоном Силуановым. В аэропорту гости осмотрели разработанный серийный образец многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, дальность полета которого составляет полторы тысячи километров. По словам гендиректора концерн КЭМС Ибрагима Ахматова, самолет прошел испытание и получил сертификат летной годности единичного экземпляра воздушного судна. Там же первому вице-премьеру рассказали о строящемся терминале международных линий и развитии маршрутной сети. Затем гости республики провели встречу с представителями малого и среднего предпринимательства среди участников совещания в Доме дружбы, главы регионов СКФО, бизнесмены и представители профильных министерств. По словам главы Минфина, такие площадки нужны для того, чтобы донести до субъектов информацию о возможностях, которые перед ними открывают нас проекты. Без общего понимания, как будет взаимодействовать федеральный центр, регионы, предприниматели, невозможно реализовать те цели, которые поставлены президентом перед нами, перед страной на предстоящие годы. Поэтому такие встречи очень важны с точки зрения послушать обратную связь. О своих проблемах многие участники рассказывали досконально. От нефинансовых мер поддержки в развитии бизнеса до плохой конкурентной среды банков республики. Совещание проходило в живой форме и на каждый вопрос бизнесмены получили ответы от главы Минфина. Проблем у нас очень много. Нам хотелось бы, чтобы у нас были такие же условия работы, как имеют, допустим, хотя бы Китай или же турецкие предприниматели. У нас нет таких условий ни по доступу к финансовым средствам, ни по ценам, по продукции и так далее. Мы же для всех субсидируем процентную ставку, еще раз повторюсь. У нас есть программы по акселерации, есть программы по доступности кредита, доступности финансовых ресурсов. Но это же все касается. У нас задача, цель нашего национального проекта заключается в том, чтобы как можно больше получило предприятие малого бизнеса таких мер поддержки. Кроме прочего, в ходе совещания глава Минфина России предложил открыть отделение МСП банка на Северном Кавказе. По его словам, необходимость кредитного учреждения по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе назрела уже давно. Но вопрос был поднят после того, как один из местных предпринимателей заявил, что пользуется кредитными гарантиями Красноярского МСП банка. Артем Сдунов поддержал идею открытия отделения в регионе. Я считаю, что самое главное решение, которое, на мой взгляд, продвигает нас всех вперед, это открытие удаленных рабочих мест МСП банка на территории всех субъектов Северокавказского округа. Потому что это даст возможность МСП банку, это банк, который работает массово, то есть это кредиты от миллиона, 5 миллионов, 3 миллиона, самая востребованная часть. Это значительно даст возможность нашему бизнесу уже не ездить куда-то. Я напомню, что только в Ставрополе было единственное удаленное место. Сейчас это будет во всех республиках.